Вячеслав Александрович Петров Мы ходили в походы и общаясь с геологами, это олимпиады, слеты, это участие в экспедициях интересных по северу Приморья, мы даже выезжали на Байкал, вот, и в процессе путешествуем, кто-то обращает внимание на камушки, кто-то обращает на разбитый горшочек там, кто в берегах реки, мы здесь очень много поселений видели, река размывает. И всегда вот дети задавали вопрос, а как они лепили посуду? Мы тут же знакомимся с керамистами, керамисты нам объясняют, что скорее всего посуда, но когда ты нам сам начинаешь брать глину, не каждая глина лепится, не каждая глина готовится, готовы принимать форму. Вот есть глина, например, вот начинаешь лепить, она просто плывет, начинаешь лепить, она плывет. И то есть метод обтыка, пробы и ошибок, за 40-45 лет я наконец-то понял, как лепили посуду приблизительно. Керамисты далеких эпох, при раскопках поднимают вот такой невзрачный на вид обломок керамического сосуда. Но характерный вот след, и вот здесь все просматривается. Это говорит о том, что керамика собиралась ленточным способом. Вот как вы думаете, как я вылепил вот этот горшочек, еще не законченный? Как вылепил вот такие горшочки, вот такую чашу, или, например, вот Кравуновский сосуд, вот Кравуновский сосуд. Мы его лепили, наоборот, все кончары думают, что сосуд лепят донышко, то-то-то-то и вверх, а мы лепили наоборот. Мы влепили вначале венчик, так, хорошая глина, где у меня? Лепили венчик, а потом на него настраивали и достраивали сам сосуд. Ура, нашли глину. Вот ты где пряталась, молодец, солнышко ты мое, пучеглазенькое. Ой, и так, как лепили посуду древние. Штаны через голову не одевают, а сосуд, оказывается, можно. Мы делаем первый жгут, это будет венчик. Вот, раскатали и начинаем лепить венчик. Вот, начинаем лепить сосуд, как говорится, через задом, наоборот. Вот у нас первая заготовка. Вот, мы слепили, выровняли. Вот это место будет крепление следующей ленты. Это будет верх сосуда. Вот. Теперь берем глину для сравнения, ладно, одно и то же. Катаем другой венчик. Жгут, вернее. Я могу лепить с закрытыми глазами. Может, это уже, ну, за 45 лет, ребята. Сильно придавливаем. Сильно-сильно. Можно просто накладывать, а потом заглаживать. Так лепят горцы Кавказа. Но вот японцы лепят вот таким вот способом. И эти традиции сохранились на протяжении тысячелетий у многих народов керамических культур. Наложили мы венчик. Теперь идет утончение его и вытягивание вверх. Вот. Движение вверх, пальцы вот так вот. Как будто я вытираю ее. И в то же время выдавливаю вверх. Вот. Так как у нас мало времени. И я не буду полностью лепить сосуд. Самое главное, как говорится, дать вам толчок к пониманию процесса. Вот. Потом волшебной лопаткой мы выравниваем. Это вот верхняя часть. И потом мы вот сужаем, сужаем, сужаем. И вот в конце концов у нас выходит конус. Но этот я лепил по-другому. Вот. Вот. Обычно делается заготовка. Так называемый начин. То, с чего начинается сосуд. Это вот лепешка. На многих сосудах она, особенно в музее, если вы посмотрите, древние сосуды ручной работы, не на кончарном крови. Вот делается начин, лепешечка. И к ней мы прикладываем ленту в будущем, якобы. На самом деле, сгод. Вот. И начинаем придавливать. Видите? Вот как. Аккуратненько, 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 аккуратненько. Придавливаем. 45. Отделяем. И заглаживаем. Теперь, когда сосуды мы поднимаем при раскопе, мы видим, что донышко имеет вот этот характерный вот разрыв, разлом. Вот. Ленты разделяются от донышка. Видим, так. Поднимаем вверх. Поднимаем. Вот так. Это уже начин называется. Вот. Волшебная лопатка. И вот так вот формируется следующую вам прокладываю. И заканчивать буду обжигом, как обжигали посуду на костре. Теперь я беру и спокойненько, спокойненько, спокойненько готовый жгут. Не обязательно на поверхности. Для этого у вас есть руки. Это такая мощная координация должна быть в голове, чтобы получилась вот такая ровная колбаска. Вот. Вам понадобится, ну, года 3-4 упорных тренировок, чтобы сразу в лед получилась такая. Мне понадобилось лет 40-45. Это своего рода медитация. То, что спасает человечество от стресса и вымирания. Вот. И теперь. Как вас зовут, девушка? Приложите свой пальчик вот так вот. Можно я тоже? Так, давай я твоим пальчиком объясню. Вот. Во, он должен легко скользить. Скользит его. Ой. Так. Так, так, не умеешь. Вот, ты потом объясню. Так. Во. Мягче, мягче, нежнее. Ты по природе. Вот так вот. Мостер. Вот. Он должен быть вот такой. Расслабь кисть. Расслабь. Вот. Чувствуешь? Легко-легко. Как будто пушинку двигаешь. Понятно? Попробуйте. Вот. 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 Расслабь кисть. А потом будет. Вот так вот. Вот так вот. О, вчера ты расслабились. Спасибо. И потом, последний штрих. Смотрите. Идет выкатывание. На ровной поверхности. Я просто выкатываю. Тулово будущего сосуда. Руси, когда глины легко отмываются или нет? Нет. Ну и 40 лет. Видишь, какие руки. А маски глиняные как вы делаете? На нос? Да, что ты понимаешь? Нет. А то легко или тяжело? Искать, что люди мухают? Конечно, легко. Глина лечит очень много заболеваний. Глина вообще очень интересный материал. Ну? Слепо или нет? Вносит радионуклины и так далее, и так далее. В принципе, и так и лечит все хорошо. Сколько времени? Вложился в 20 минут? Да.